привет друзья меня зовут назар давыдов человек который вам нужен особенно в турции и сегодня в этом выпуске я расскажу вам про новые штрафы если вы вдруг нарушили правила дорожного движения в турции все по порядку начнем с того что в турецких средствах массовой информации постоянно выкладывают цены на штрафы и я проанализировал и понял что да они постоянно меняются поэтому сразу хочу оговорить если у меня какая-то недостоверная информация в каком-то пункте обязательно напишите в комментариях что же по вашему мнению неправильно и какие более точные штрафы по вашему мнению что я уже стал автомобилист естественно я правильно пытаюсь ездить за рулем и пока штрафы мне не приходили но я жду письма счастья и думаю что они до меня дойдут такие пока разбирался вот теперь есть мне что вам сказать по этому поводу давайте разберемся повышение штрафов было в октябре 2018 года потом с первого января 2019 года снова изменились естественно сторону повышения штрафы повысились и повышаются примерно один раз в год есть такая тенденция и так сравниваем что было что стало ну естественно прозреваем нарушение скоростного режима ограничение скорости 50 километров в час в городе естественно многие нарушают почти все нарушения скоростного режима тарифицируются как от 10 до 30 процентов от нарушения основной скорости вот это то и является штрафом если вы превышали к примеру там на 30 процентов скорость 50 километров в час небольшая арифметика и получается от 5 до 15 километров если нарушаете вас штрафуют то есть эти не 50 километров а 65 или 75 вот за это уже начинаются штрафы и по порядку было нарушение за 30 процентное нарушение скорости 235 турецких лир сейчас 535 турецких лир от 30 до 50 процентов было четыреста восемьдесят восемь турецких лир стало девятьсот восемьдесят восемь турецких лир нарушение скорости более 50 процентов было 1000 2 лиры сейчас это пять тысяч и все те же две лиры ограничение скорости при 80 километров в час при нарушении до 30 процентов было 235 турецких лир стало 935 если вы нарушили скорость превысив на 50 процентов было 488 турецких лир и стала 2488 более 50 процентов если вы нарушили скорость было тысячи две лиры стало 4 тысячи две лиры штрафа ограничение скорости 110 километров в час разделенная дорога если вы превысили скорость на 30 процентов вас ожидает штраф в 335 турецких лир раньше это было к слову ровно на 100 лир меньше 235 если вы превысили скорость на 50 процентов было 488 лир штрафа теперь 988 если превысили скорость более чем на 50 процентов было тысяча две турецкие лиры штрафа а стала 4 тысячи две турецкие лиры штрафа при ограничении скорости в 120 километров скоростные дороги если вы превысили скорость на 30 процентов было 235 лир сейчас 535 лир штрафа если вы превысили скорость на 50 процентов было 488 стала 608 турецких лиры штрафа более чем на 50 процентов вот уж гоните так гоните было тысяча две турецкие лиры штрафа а стала 4002 турецкие лиры штрафа и основные виды штрафов турции какие они бывают я порылся и вот что вам могу сказать на просторах интернета есть информация проверил ее у сторожил да все сходится могу рассказывать не пропуск пешехода в пешеходном переходе было штраф 488 турецкие лиры стала 678 вождения транспортного средства без прав 2018 лиры не пристегнутый ремень безопасности было 108 лир стало 1008 турецких лир штрафа аж на тысячу лир дороже это правонарушение обратите внимание бросание мусора на дороге внимательно отнеситесь к этому потому что раньше такого пункта не было и причем этот мусор если препятствовать движению на дороге то придется заплатить штрафа 488 лиры вождение недорезвом виде 1002 турецкие лиры в первый раз 3256 турецкие лиры второй раз и 4018 турецких лир в третий раз причем возможно еще то что отберут у вас права в этой связи есть у меня небольшой лайфхак но об этом чуть позже ну никак не выпивать и не нарушать а как поступают некоторые недобропорядочные водители отказ от теста на алкоголь есть и такое правонарушение к вам а ну-ка дыхание не буду так вот было 2869 лир стала 9869 лир штрафа переезд на красный свет его они такой-то выше красный получите было 10 36 турецкие лиры стала 936 если вы едете вам говорят здесь нельзя парковаться еще нельзя парковаться можно ты год нарушение запрета на парковку было 109 турецких лир стала 709 турецких лир штрафа если вы едете по телефону и разговариваете с другом или подругой или с родителями или еще с кем-то и у вас идет дискуссия очень такая интересная не можете прерваться вас увидел полицейский и говорит с ваш штраф в грите сколько а он мило улыбаясь 535 турецких лир за разговор по мобильному телефону почти 100 долларов если вы едете на автомобиле без страховки 1008 турецких лир с вами распрощаются и уйдут в карман к турецкой казны за использование устройства для нахождения радара водителя оштрафуют ни много ни мало на 3042 лиры есть такие приборщики знаете которые пикают когда стоят впереди радары с полиции ну вот так что знаете это здесь про на врушением достаточно высоко карается законом за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения будет штраф 5167 лиры и один из самых дорогих штрафов подошли к самой высокой графе затрат у про нарушителей это 5942 лиры почти 6000 лир придется отдать за использование поддельных номерных знаков самым дорогим про нарушением является подделка документов на транспортное средство тут еще дороже вам придется раскошелиться 17000 немного немало 65 турецких лир еще ко всему прочему короче говоря штрафы немаленькие нарушать не рекомендую а рекомендую быть осторожными потому что ездить по турецким дорогам приятно и хорошо много красивых мест я очень советую посмотреть турцию во всей красе взяв на прокат автомобиль или купив его но в любом случае вам нужно знать о штрафах просто даже если вы берете автомобиль на прокат потом вам штрафы могут так или иначе прийти вот а по поводу того как же себя ведут многие водители на дорогах если попали вдруг с алкогольным опьянением поделюсь фактически своим личным опытом потому что была у меня история когда ездил к аппадокию меня на перекрестке совершенно безобидным догнал автомобилист когда я вышел начал с ним разговаривать я понял что он ну просто без дуплей бухущий в хлам и что он сделал как вы думаете он просто-таки взял прыгнул машину и как мог развернулся уехал я выяснилось что подобных правонарушениях выбирают скрыться с места преступлениям если вы выпивший потому что у вас могут отобрать права вас оштрафуют и возможно там ну что даже права вы не сможете восстановить ближайшие несколько лет поэтому люди просто-напросто уезжают потом их когда находят они платят штраф за то что они скрылись с места преступления и он оказывается меньше чем вот вышескаженное нарушение это не информация для того чтобы нарушать это просто информация для того чтобы знать как работают здесь законодательство в турции а на 7 все этот выпуск был полезный дополняйте пожалуйста в комментариях своей информации и что называется не гвоздя не жезла диндон дэйма салямэ и до гилюгиле пока